Когда я начинал работать, не то, что там на сколько-то процентов, в разы младенческая смерть была больше. Вот типичный пример. Ребеночек родился 500 ран. Будет у нас дальше выхаживаться со всеми методиками, технологиями. И мы, в принципе, планируем получить с него вполне нормального ребенка. Если бы сказали, например, мне 20 лет вот таком, возможно ли это? Ну, я бы сказал, да, гипотетически может быть в каком-то отдаленном будущем. Но вот мы имеем непосредственно результат. Мужчина-акушер-гинеколог сама по себе такая мысль, ну, как-то так, вроде как женщина, да, а медицинскую помощь оказывают мужчины. Акушерство и гинекология – это действительно тяжелый труд, потому что роды – это вопрос такой немножко неплановый. Они начинают происходить, когда им суждено происходить. И, в общем-то, ночью, день, праздник, еще какие-то вопросы, они не знают перерыва. И вопрос сам по себе тяжелый. Почему? Начиная, наверное, с моральной точки зрения, потому что врач отвечает за две жизни. За жизнь женщины, за жизнь ребеночка. Роды – такой процесс, что иногда бывают и труднопредсказуемыми. Вроде все идет неплохо, женщина рожает, все чудесно. Но от рах-бах в одну секунду начинают страдать либо сердцеберение ребеночка, либо начинаются какие-нибудь осложнения в родах в виде, например, отслойки плаценты, когда кровотечение наступает. Это требует принятия мгновенных решений. Для чего? Чтобы спасти а – жизнь ребеночка, б – жизнь мамы. И, добавив ко всему, роды – сами такой процесс, когда требуется иногда и достаточно физическое усилие для того, чтобы помочь и родоразрешить женщину. Потому что есть и оперативные роды, и кесарево сечение, иногда и вакуум экстракции, когда роды заканчиваются оперативно-влагалищным родоразрешением. Это уже должна быть в том числе и крепость рук, как говорится, физически. И причем по времени, я же говорю, это может быть и ночью, и все остальное, когда человеческий организм, в общем-то, мало предусмотрен для того, чтобы активно физически работать. Поэтому, конечно, вот это все вкупе – моральное напряжение, физическое напряжение. Время суток действительно требует подхода к акушерству гинекологии, как действительно, скажем так, мужская тяжелая работа, назовем ее так. Понятно, были в жизни тяжелые времена и тяжелые операции, когда выходишь уже полностью опустошенный и физически, и морально, и все остальное. Бывают тяжелые роды, иногда и с неблагоприятными исходами. На короткие промежутки времени такая мысль где-то так глубоко возникает, что вот-вот-вот может быть и это, но она потом проходит какое-то время, все нивелируется. Потому что, когда тяжелые роды, тяжелые операции, все заканчивается благополучно, мама с ребеночком выписывается, все счастливы, довольны, это такой вот позыв, импульс, скажем так. Поэтому, наверное, в общем-то, большая часть врачей на таком, скажем так, отдаче от своей работы и держатся. Врачи – это все-таки, в моем твердом понимании, это призвание. Поэтому те, которые уже действительно остаются в профессии, они остаются на всю жизнь. Ну, вот рассуждая о том, что последняя медицина сделала за последние десяток, ну, два десятка лет, вот типичный пример. Ребеночек родился 500 грамм, будет у нас дальше выхаживаться со всеми методиками, технологиями, и мы, в принципе, как бы планируем получить с него вполне нормального ребенка. Если бы сказали, например, мне 20 лет от таком, возможно ли это? Ну, я бы сказал, да, гипотетически, может быть, в каком-то отдаленном будущем. Но вот мы имеем непосредственно результат. Вот все современные методики, оборудование, вот эти технологии позволяют, в общем-то, сделать из таких вот маленьких деток 500 граммов вполне достойных, приличных. Граждан нашей страны, который начал работать с 1994 года, тогда, в общем-то, как бы так, эти все моменты вроде как и были у мужчины, там, акушер-гинеколог. После 2000-х годов, наверное, когда уже люди получают достаточно большое количество информации, таких вопросов и не возникает в принципе. Поэтому относятся достаточно спокойно. Ну, и может быть, даже с точки зрения, скажем так, авторитета, еще чего-то, в моем понимании, женщины все-таки больше прислушиваются, наверное, к мужчинам, а не к женщинам. Ну, женщину, как ни странно, иногда надо и уговаривать на определенные, как бы, моменты, объяснять, что вот да, как бы ситуация складывается не очень хорошо, даже на те же оперативные родоразрешения, скажем так, объяснить и получить согласие, в общем-то, тоже требует принятия. Поэтому, наверное, все-таки женщины в моей профессии больше к мужчинам все-таки прислушиваются. Тяжелых случаев их было много, конечно, за все время работы. Но самые тяжелые, они в памяти, как я говорю, их буквально несколько десятков запоминаются на всю жизнь. Одни из тяжелых вещей, с которыми работаем в акушерстве, это когда имеется патология врастания плаценты. То есть, когда плацента не отделяется, как положено, она вросла в стенку матки. И, скажем так, приходится из-за этого достаточно быстро родоразрешать пациентку, то есть детское совещение. Во-вторых, когда извлечешь ребенка, это сопровождается, как вы говорите, большим массивным кровотечением. Это вот для примера, для рутинного сравнения. Когда открываешь воду из крана на полную катушку, начинает течь кровь. В короткий промежуток времени приблизительно возникают такие вот моменты состояния. И ты понимаешь, что ты спасешь женщину, когда остановишь кровотечение. И чем быстрее ты сделаешь, тем лучше. Поэтому начинаешь работать. И когда, допустим, ворсины, плаценты эти прорастают, смежные органы, ткани. И когда основная задача сделать все это быстро, не повредить смежные соседние органы, остановить кровотечение, спасти женщину. Вот тогда да, это действительно напряжение. Когда ты работаешь полтора-два часа в таком режиме цейтнота, остановка кровотечения, шьешь, вяжешь, режешь, там все это остальное делаешь. Вот это вот да, действительно сложный случай. Конечно, для нас важнее жизнь мамы, потому что у некоторых уже есть как бы детки. Но все равно мы работаем здесь с двух позиций. А. Мама, Б. Ребенок. Поэтому, безусловно, все наши усилия направлены на то, чтобы и спасти жизнь мамы, и спасти жизнь ребенка. В самый момент чувствуешь, как бы, не знаю, как сказать, наверное, свое беспомощное бессилие. Когда все-таки вот та патология, которая есть, она побеждает тебя. Поэтому, конечно, вот именно разочарование в своем невозможности, наверное, помочь. Понятно, что это сочувствие, это человеческая жизнь, это трагедия и все остальное. Ну, такие моменты не совсем хорошие, но, к сожалению, их врачам иногда приходится переживать. Без этого никуда не денешься. Первые роды помню, как и первую операцию, и кесарево сечение, и первую гинекологическую операцию. Это же все запоминается. Поэтому первые мои роды были как песня. От них, если честно, получил удовольствие и удовлетворение. Мама хорошо рожала, я хорошо тоже смотрел за процессом происходящим в родах. Извлекаю ребенка, все ждут. Первый вот этот крик, плач, вздох, как они называют по-разному, происходит. Естественно, все. Сразу вся бригада, которая принимает роды, такой выдох, а мама счастлива, все счастливы, все довольны. Ну, слезы счастья, там, понятное дело. Это такой эмоциональный подъем идет от родов. Родился новый человек, да, ты физически, там, своим трудом оказывал помощь этой женщине. Она счастлива, она довольна, родился ребенок такой вот хэппи-энд, это все, конечно, хорошо. Такие мощные стимулы, от которых, конечно, тоже подпитываешь энергию. Не так, что так рутинно, это, знаете, как хорошая погода, уже не обращаешь внимания. Нет. Каждая рода – это роды, потому что каждый человек – это человек. И это все не проходит, никуда не девается. Там стоит звуковой датчик, и вот когда чуть громче начинаешь говорить, раз, два, три, он зажигается предупреждающе желтым, и когда слишком громко – красным. Это тоже вот специальная такая технология в выхаживании, лечебно-охранительный режим называется. Мне повезло, Бог дал, четырех деток, слава Богу, это уже с высоты прожитых лет начинаешь понимать, что здесь действительно это счастье. Моя жена тоже врач-акушер-гинеколог, я присутствовал на всех своих родах, в общем-то участвовал, скажем так, в принятии родов в том числе. Поэтому, безусловно, когда свои детки, и смотришь, и все остальное, но все равно как-то немножко по-другому относишься. Потому что, когда рождается свой ребенок, ты к нему прикасаешься как-то, ну вот это вроде как, да, вот свое. Понятно, что какие-то моменты есть, но свое есть свое. Свои дети – это же свои дети. Как бы ты ни любил там всех детей в мире, в общем-то своих ты все равно будешь любить сильнее гораздо, потому что это, в общем-то, как-то так внутри сидит, это не перескажешь, вот это эмоционально. В основном, это суть партнерских родов – это помощь женщине, своей супруге, чтобы они вместе знали, через что прошли, как дал себе этот ребенок. Поэтому, наверное, больше будут ценить, уважать и отношения друг к другу, в общем-то, и своих детей, и все остальное. Как правило, рождают молодые женщины, особенно в первый раз. Она попадает в чужую обстановку больничную, да, она ни разу не лежала в жизни в больнице, может быть, кругом чужие люди, все больно как-то так, да, понятно, что она готовилась, она ожидала этого, но все равно для любой женщины это стресс. И когда рядом есть близкий человек, в лице там чаще всего все-таки супруга, редко бывает, но приходят там и с мамами там рожать иногда, с сестрами, но чаще всего все-таки с супругами. Когда приходят, и легче с женщиной общаться, легче доносить ей информацию, потому что иногда и муж помогает, ну и муж действительно психологически поддерживает. Почему? Потому что, я всю жизнь говорю, у меня твердое такое вот убеждение, женщине перед тем, как рожать, как вы сами настроитесь на роды, так и все произойдет. Будет приходит на позитиве, роды как песня на одном дыхании. День, самым большим количеством своих родов, я помню до сих пор, за сутки 24 родов, 8 операций кесарево сечения пришлось делать. Основной показатель, по которому мы как бы работаем, вернее это такой индикатор больше, даже правильно его назвать, это уровень младенческой смертности. Сейчас мы имеем, наверное, не постесняюсь сказать, самые низкие в мире вот эти вот показатели. Например, промежуточный за 7 месяцев у нас уровень был 2,2 промилле. Многие страны, это для них вообще недосягаемый результат сам по себе. Ну, все, что касается в мире ниже трех, грубо говоря, это идут чудесные результаты. Почему? Потому что здесь сосредоточено все. Оказание помощи беременным, оказание помощи детям, технологии выхаживания, современные методики, современное оборудование. Вот это вот все в совокупности и позволяет эта оценка судить. Когда я начинал работать о таких цифрах вообще, ну, грубо говоря, если бы сказал, как выкрутили легкое пальцем у виска. Сейчас мы работаем в такой вот реальности, потому что там не то, что там на сколько-то процентов, в разы младенческая смерть была больше. Поэтому, не постесняясь сказать, испытываю чувство достаточной ордости за свою профессию, за свою страну. Ну, из вопроса, веришь или не веришь в Бога, конечно, я верю в Бога. Есть высшая сила, есть и всегда. Так и легче жить. Даже при тех же тяжелых родах, тяжелых ситуациях, ты всегда обращаешься, Господи Боже, помоги. Если еще прочитаешь молитву про себя, действительно, вот как-то, как происходит, не знаю уже, из-за чего происходит. Может, опять-таки, из-за собственной веры и Бог силы дает. Ведь есть же каждому человеку, Бог дает испытания по мере того, чтобы он смог их преодолеть и все остальное. Поэтому это все происходило, конечно, не за один момент, а так, поэтапно накапливалось, накапливалось. И даже не так, что вот в один момент озарило. Это такая уверенность, что ты вот идешь, идешь и прекрасно понимаешь, что это существует и существовало с тобой всегда. Даже нет такой границы четкого разделения. Как-то так уже все, сложившаяся мысль. На каком моменте ты как бы обретаешь это, когда там один довесок, второй, третий, ты, наверное, не понимаешь. Это все приходит вот осознанно, с пониманием, с годами. Спасибо.